Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже. Это турецкая пряжа Yarn Bee Everwes. Довольно-таки интересная пряжа. Она состоит 80% из акрила, 20% полиамид. Как для акриловой пряжи, очень такая, очень мягкая, не скрипучая, нежная пряжа. Такую пряжу используют обычно для детских вещей. То есть такая вот интересная, скажем так, на ощупь, на состав и на вид. Очень напоминает англору, махер, то есть такая вот слегка ворсинистая, но при этом такая не сильно, эта ворса, скажем, такая вот ярковидная. То есть она такая нежная и придает какую-то вот такую мягкость этой пряжи. Очень нежная на ощупь, с нее довольно-таки получаются мягкие изделия, приятные в работе. Здесь в 115 граммах, 206 метров. То есть, в принципе, довольно-таки бюджетный вариант пряжи. У нас в Украине такая пряжа стоит недорого, но, в принципе, Турция делала эту пряжу именно на заказ для Америки. Насколько я знаю, здесь даже если вы посмотрите, то на этикеточке написана цена ее в долларах. Вот, но насколько там она прошла, не прошла в Америку, честно говоря, не интересовалась. Но вот в Украину она попала. Я из такой пряжи вязала детскую шапочку. Получилось довольно-таки интересно. Я вязала спицами 3,5. Здесь рекомендованный размер спиц максимально пятерочка. В принципе, соглашусь. Но для плотного вязания вам понадобится тройка-тройка с половиной. Если для более рыхлого, то где-то четверка. Можете, четверка с половиной, пятеркой я не вязала. Вот, здесь также 5,5 размер крючка максимально рекомендованный. В принципе, тоже пятерочкой можно смело вязать для тех, кто хочет такую более рыхлую вязку с нудов и так далее. В принципе, пряжа подойдет для демисезонного изделия. То есть, довольно-таки интересно для детских вещей. Вот, при носке я не подскажу вам, какого она качества. То есть, при стирке при носке. Почему? Потому что я еще, скажем, только придавала форму шапочке. То есть, я ее немножечко намачивала. Но, в принципе, она не деформировалась. То есть, бывает такая пряжа, что прям сильно увеличивает, либо уменьшает размер изделия. То это, в принципе, не село и не растянулось. Довольно-таки хорошая пряжа. Мне очень понравилась. Вот. В принципе, соотношение цены и качества этой пряжи достаточно хорошее. Вот. Кто вязал из этой пряжи, обязательно делитесь в комментариях. Оставляйте фотографии изделий в моей группе ВКонтакте. Всем хорошего настроения. Не забывайте лайкать. Спасибо, что остаетесь со мной. Хорошего вам настроения. Пока-пока.